Ас-саламу алейкум. Поступает противоречивая информация по поводу статуса живой-неживой Адама Дилимханова. Это депутат Госдумы Российской Федерации и приближенный, самый, можно сказать, приближенный человек Рамзана Камирова, который фигурирует во многих делах по убийствам, запугивание третьей десятой. Я не смогу найти человека из чеченской национальности, а сегодня из украинской среды, который бы не обрадовался новостью о ликвидации данного персонажа, угрожаясь языком Пригожина. Но я очень сомневаюсь, что данный персонаж осмелится поехать на линию соприкосновения непосредственно боевых столкновений в Украине. Человек отличается такой непримиримой трусостью, лживостью, изворотливостью. И до недавнего времени, до недавнего момента, когда у него возникла конфликтная ситуация со старшим сыном Рамзана Кадырова, этот человек очень хорошо, вольготно жил себе в Москве, кутил, раскручивал на деньги того или иного бизнесмена, и очень все шикарно у него было. Но ввиду того, что отпрыски Рамзана Кадырова выросли, и хотят уже тоже откусить той самой власти, которая никак не может наесться Рамзан Кадыров, вот первое, на что он подсигнул, это на то, что на все влияние практически Адама Делимханова. Соответственно, Делимханому нужно потесниться и снова вспомнить, как он поднимался по карьерной лестнице, если это можно так назвать, в стане Российской Федерации. А сейчас единственное место, где они могут и должны себя показывать, это война в Украине. Вот, но опять-таки, я чуть ранее сказал, что человек абсолютно, ну, персонаж, не человек, а персонаж, выражаясь пригожинским языком, вот, персонаж абсолютно никогда не был участником, активным участником той или иной спецоперации против муджайдов на территории Чеченской Республики Ячкерия. Также он не является участником той или иной спецоперации в Украине. Вот, для этого нужен душок, а его нет. Вот, и тем, что ты, и того, что ты, ну, недостаточно того, что ты есть чеченецу, в твоих жилах течет чеченская кровь, кровь, она теряет свою силу, как только ты надеваешь российскую форму, российские отличительные знаки, и начинаешь продвигать русский мир. После этого кровь, эта кровь, она теряет свое качество, ликвид, ликвидность теряется. Так вот, если подтвердится информация о том, что Дилимханов убит, это будет просто, я думаю, в каждом уголке мира, где находится тот или иной чеченец, будет слышна музыка, будет такая радость, безумная радость будет на самом деле. Вот, потому что на протяжении долгого-долгого времени, еще до начала войны в Украине, до того, как эти персонажи обозначили себя как россиянами, ну, имеется в виду на Украинской войне, эти люди долгое время терроризировали и терроризируют чеченский народ. Все, что у них есть, до последней пуговицы, можно сказать, до последнего, там, не знаю, гвоздя в их доме, это все нажито на крови чеченского народа. И рано или поздно, как клубок шерсти, который образовался в гортане у кошки, его нужно выплюнуть, выхаркать. И вот сейчас, я надеюсь, что этот момент настал, и один из приближенных Рамзана Кадырова с кровью выхаркнет этот клубок и просто испустит свой дух. Вот единственный дух, который у него есть, который нужно испустить. Вот. Вот. И больше я не думаю, что больше есть что-то. Давай будем ждать. Подтвердится информация, не подтвердится, будем ждать. Напомню, что у Адама Нелимханов с недавнего времени потерял практически все свое влияние, которое у него было на территории Москвы. И это все перешло в ведомство теперь подросшего старшего сына Рамзана Кадырова. Теперь он всем этим заправляет. Ну, посмотрим, к чему все это приведет. Логический конец всему этому, всей этой вакханалии уже видим. И сейчас, благодаря украинским силам, украинским военным, спецслужбам, этот конец, он приближается еще быстрее. Все будет Ичкерия, все будет Украина. Дуо-мо-дуо, не расстраивайтесь, низкие сайте. Все только начинается. И если мы выжили в этом аду, в этом хаосе, то значит, Всевышний определил так, что мы, возможно, мы увидим конец краху. Краху всему, что так долго бесновало на нашей территории. Аллаху айл, что и вновь чекам. Ас-саламу алейкум.